друзья всем огромный привет вы на канале живи в радости мое имя владимир мой помощник он же оператор взять кирилл мы с ним приготовим кашу гречневую по купечески в казани на костре из чего мы будем ее готовить сегодня это два килограмма мяса у нас свинина хочет с говядины с курицей с чего угодно можно приехать килограмм грибов килограмм лука килограмм моркови 3-4 зубчика чеснока самый главный ингредиент это гречка по специям у нас тут специи много но мы будем использовать соль 5 перцев и 3 лагрушечки кинем и перец горошком нарезаем все ингредиенты начинаем с мяса у нас сегодня мороз снег выпал минус 8 где-то примерно нарезаем мясо небольшими кусочками прям такими маленькими как не прям маленький можно больше но не как ваша шлуп побольше нож прилипает мороз примерно вот такими кусками небольшим пополам мясо порезали небольшими кусочками дальше у нас идут ход грибы нарезаем не сильно мелко так чтобы они у нас остались ножку отрезаем и на четыре части грибы вырезали начинаем с лука режем лук мелко квадратиками небольшие кусочки все развалился так лучок порезали начинаем с морковочки режем такие кружочки и на тоже на четыре части не сильно крупно морковочку нарезали остается у нас чесночок уже придавливаем сюда не давится мороз и тоже меленько-меленько нарезаем разжигаем огонь на улице мороз газ по моему замерз не пошел так уважаемый казан на 12 литров так что мы делаем сейчас мы берем гречку сейчас он чуть погреть берем гречку и в сухом казане немного ее обжарим чтобы она раскрылась свои вкусы запахи все это раскрылись у нее 5-7 минут буквально мы ее прожарим так ну и немножко ее помешивая чтоб она у нас не застоялась чтоб ни одно место у нее поджарилось 5-7 минут мы ее немного прокаливаем гречка наша прокалилась достаем и на тарелочку обратно в старину гречка была очень дорогая и не каждый мог ее позволить себе купить вообще кашу делать и вот от этого и пошло название потому что гречку в основном бояре купцы варили и пошло название гречка по купечески так обжаривать будем вначале не сказали будем на подсолнечном масле и немного будем добавлять сливочного ну у кого нет там или сливочного или может не хочет добавлять можно только на подсолнечном вместо сливочного можно топленое использовать вообще подсолнечного наливаем в принципе в рамс полный раз и добавляем сливочного чтоб у нас был вкус насыщенный добавляем буквально там пол ложечки так огонь на максимум обжариваем грибы до тех пор пока с них вся вода не выйдет и поджариваем мешаем помешиваем на улице холодно морозит но возле казана хорошо тепло дрова не забываем подкидывать димошка ему не помощник выходил гулять водичка выпаривается с грибочком грибочки поджариваем уже красивые становятся сейчас еще немного и достаем так грибочки наши поджарились водичка ушла достаем вот такие они красавцы добавим еще немного масла что у нас на грибы ушло и также сливочного немного обязательно масло замерзнет отправляем мясо в казан мясо подморозилось вот так распределяем его по стеночкам сейчас чуть подзапечаталось огонь на максимум так же сейчас подзапечатается будем переворачивать вот снежок насыпал веточки наши засыпал нападал снег сегодня подметали тут немножко украсили двери красота красота мясо переворачиваем с одной стороны чуть прихватилось так же распределяем по стеночкам по стеночкам тут запечатывается мясо помешиваем еще немного и уже будет готово вот такие хорошие кусочки мясо наше поджарилось добавляем лучок нарезанный отправляем в казан приготовление гречевой каши по купечески очень много на просторах ютуба кто со свининой кто с говядиной делает специи разные но самый главный ингредиент гречневая каша она так же и остается поэтому и получается гречка по купечески каша гречневая по купечески обжариваем за золотистой корочкой чтобы он подзолотился лучок немножко поджарился отправляем чесночок тоже помешиваем огонь на максимум розы и и и и и и и и Морковочка, красавица. Перемешиваем. Помешиваем. Сейчас морковочка. Скоро будет готово. Вообще готовят примерно на килограмм гречки, килограмм 200 мяса примерно. Я люблю много мяса, поэтому я готовлю на килограмм гречки 2 килограмма мяса. Так, морковочка у нас приготовилась, сейчас поджарилась. Разравниваемся. На этом этапе добавляем воду, только горячую. Где-то около литра. Нам надо, чтобы у нас покрыло мясо. Как раз литр. Добавляем лаврушечку. И перчим горошком. Накрываем крышкой. Огонь где-то на средний примерно. И где-то полчасика забываем. Так. У нас тут кипит все. На килограмм гречки примерно 2 литра воды надо. Вот литр залили. Мясо наше уже приготовилось. Потушилось. На этом этапе солим и перчим. Вот примерно ложка соли. Потом будем пробовать. Кто любит побольше перца, сыплет побольше. Кто поменьше, тот поменьше. Перемешиваю. Так. Пробуем на соль. Да, нормально. На этом этапе посыпаем горечкой. Будем делать слоями. Немножко горечки сейчас. Так. Гречку посыпали. Сейчас высыпаем грибы. Так. Распределяем. И опять гречки. Добавляем воды. Примерно 1 литр. Горячий. У нас должно быть воды. Примерно. Выше гречки. 1,5-2 см. Ориентировочно. 2 пальца. Крыжечкой накрываем. И минут 30. Не трогая. Ну, будем смотреть. Нам главное, чтобы вода ушла. Тут принцип плова получается. Они даже схожи очень. Только вместо гречки. Идет рис. Чеснок. Ставится цельный. Специи. Другие немного. Зира. И там, по-моему. Ну, кто слепит. Ну, в принципе, схожи рецепты. Так что, ждем, пока вода выйдет. И все. Так. Огонь на средний ставить. Ну, если сильно, то на минимум. Если не сильно много дров, то на средний. Все. Так. Ну, наша каша уже готова. Проверяем. Водички нет. Сейчас. Берем масло сливочное. У кого есть топленое, ложит топленое. А у кого сливочное, очень нравится. Ложит сливочное. Буквально. Так, небольшими кусочками. Где-то ложка примерно. Можно больше. Как говорится, кашу маслом не испортим. Так. Кусочки распределили. Крышечкой накрываем. Буквально 2-3 минутки. И готово. Так. Ну, масочка уже растаяла так чуть-чуть. Сейчас. Перемешиваем. Какая красота. Как пахнет. Что, дорогие друзья. Каша. Гречневая. По-купечески у нас готова. Выкладываем. Друзья, ну что, наша ореховая каша по-купечески готова. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Готовьте побольше на костре, в казане. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. До свидания. До встречи. Друзья, всем огромный привет. Вы на канале Живи в Радости. Я. 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 Продолжение следует...